Татьяну ждём, Татьяна, давай, включайся, ты отправила запрос. Ох, нифига, у нас за час ночи я в десять начала вести, офигеет. Привет! Привет! Меня зовут Таня. Рассказывай. Я была у тебя не раз на марафонах женских. У меня такой запрос. Около года я уже очень активно в трансформациях, докопалась, если можно так сказать, до своей божественной сути, если можно так сказать. Открылись определённые таланты, дары, но я боюсь это проявлять. То есть в один момент, когда это активно... Что страшного случится? Осуждение, боюсь. Хорошо, что такое осуждение других людей? Я могу себя принять в новом своём виде. Окей, сейчас скажи мне, я тебя люблю, и улыбнись. Не услышала, потому что себя что-то... Можно, пожалуйста? Я тебя люблю, и улыбнись, и на себя посмотри. Я тебя люблю. Что ты увидела и услышала? Что я себя люблю. Отлично. А теперь скажи, фу, какая ты стрёмная девушка. Неправильная, не так говоришь? Фу, какая ты стрёмная девушка. Ай, сразу такая, не хочу это говорить. Да говори, пожалуйста. Ты неправильно говоришь. Что ты в зеркало сейчас... Мне не нравится. Что ты сейчас... Мне неприятно. Неприятно. Что ты сейчас услышала? Что я какая-то не такая. Ага. Отлично. От кого ты это услышала? От себя, но ощущение, что не от себя, а от окружения, которые вокруг. Ну, то есть люди, которые мне там близкие. Почему-то вот так вот. Как будто я не своими словами это произнесла сейчас. А вот как будто кто-то меня это говорит. Видишь, в зеркале. Себя. Ну, а что ты тогда тут отмазки такие отмазываешь? Ну, это ж ты сказала. Сейчас, ну, давай... Я. Руку на сердце и скажем. Это я сказала. Ну, я сказала. Это я сказала. Ну, а что ты тогда отмазываешься? Это не я. Если тебе отражение в зеркале будет это говорить, то что это значит? Это говорит только то, что я сама себя не принимаю и сама себя это говорю. Сама себя осуждаешь. То есть ты сейчас сама себя осуждала. Мир — это отражение твое. Чёткая копия. Почему это хорошо? Когда начнут осуждать. Когда меня осуждает, это... Как некий двигатель, чтобы... Я сейчас спрашиваю, почему это хорошо, когда тебя начнут осуждать? Ну, вот говорю, когда меня осуждает, это двигатель для меня, чтобы искать себя ещё. Нет. Ещё совершенствоваться. Нет. Так. Если тебе отражение в зеркало говорит, какая ты не такая... Так, а намёк на что? То это только увидеть... То это увидеть, где я себя осуждаю, и проработать это место. Ну, как минимум, да. Почему ты не можешь сказать спасибо, мои Микки Маусы, за то, что вы мне показали, что я сегодня себя осуждала? Я утром встала, увидела себя и сказала, фу, блин, какая ты сегодня некрасивая, у тебя волосы грязные. Ты сама себя осудила? Тебе тут же в мире тебя осудят. Угу. Так и получается каждый раз. Отражение за то, что они мне говорят, как я к себе отношусь. Ты хочешь закрыть зеркало, разбить, уйти, спрятаться? А зачем от себя прятаться? Если ты хочешь себя познавать и расширяться, ты говоришь, я хочу там в себе таланты открыть, там то, сё. Как ты их откроешься, ты нас слышать не хочешь. Люди — это твой внутренний голос. Если ты будешь себе улыбаться каждый день и говорить, какая ты классная, то никогда в жизни ты не услышишь осуждения. А если услышишь, то спасибо им. Огромное просто спасибо, то что я наконец-то, я увидела в этот момент, что я сегодня себя осуждала. Дам себе по башке и больше так делать не буду. Я обращу на себя внимание через других людей. Мой внутренний голос мне подскажет. Блин, все люди — это мой внутренний голос, говорящий о том, что я в данный момент себя осуждала сегодня, здесь, сейчас. Я сейчас себя осуждаю. Спасибо, что мне это показывают. Это не бояться надо, а наоборот, блин, вот с такими глазами смотреть, то, что, блин, благодарю вас. Какого фига я богиню, бога в себе осуждаю? Я сейчас взяла и бога нахуй послала, потому что, блин, извините меня, блин, я же это, недостойная творчиха такая вообще. Кто я такая? Да, вот я бы, если честно, хотела бы разобраться, почему вот такие мысли зачастую, что... Ну вот я себя считаю недостойным творцом. То есть такое вот уныние зачастую. Если что-то у меня не получилось, все, я... Что, бог стрёмный? С багами, косячами? Ну, тебе вот бога осуждать сейчас не стрёмно? Ты бог пришла в это тело просто поиграть. Ты не Наталья, ты бог. В этом скафандре играющий. Почему ты осуждаешь бога вообще? Зачем это делаешь? Ты идеально вытащишься. И пока ты сравниваешь себя с другими Микки Маусами, ты вечно будешь искать недостатки. Зачем ты это делаешь? Уникальность в чём? В неповторимости. А как можно неповторимость круг с квадратом сравнить? Никак. Так какого хрена ты сравниваешь? Какого-то запуталась во всех своих мыслях. Перестань сравнивать себя с кем-то и с чем-то. Ты уникальный пазл большой, огромной картины мира. Уникальная клетка на своём месте. Если ты пытаешься быть кем-то другим, похожим на кого-то, на чего-то, поумнеть вот как он, покрасиветь как она, ты пытаешься вот ноготь перейти вот в ухо встать. Я не знаю, там, я не знаю, глазки там на жопу налезть. Ты хочешь взять и свою функцию, ну, например, сосуды там, или, я не знаю, ты сердце, или ты там почка. Ты хочешь пойти и встать на чужое место. А на твоём месте кто будет тогда? Ты рушишь всю целостную картину природы. Ты на своём месте должна быть. Ты уникальная. Ты уже настолько идеальная, вот насколько это вообще возможно. Если ты что-то будешь в себе переделывать, ты будешь уродовать себя. А мне почему-то всегда казалось, что нужно себя переделать, изменить. Ну, это же наш ум, шаблоны, наше мышление. Рыбка хочет полезть на дерево, а белка плавать в речке. Вот правильно Алина написала. Ты Бог, часть, частичка. Мы все части Бога, мы все частички Бога. Мы все внутри божественны. Божественность, она внутри, она не где-то там, не там Бог где-то на небе, Он везде. Мы часть этого божественного. И почему мы это в себе отрицаем? Почему мы отрицаем Бога и говорим, что не-не-не, вот это вот всё неправильное, вот это вот не то, это вот плохое, вот это это. Мы часть столько себя отрицаем и пытаемся переделать. Блин, Бог такой косячный, вообще весь с косяками всё творит. Перестань усложнять жизнь. Вон, видишь, пишут. Перестань усложнять жизнь. Переделывать. Ты идеальна. Чем больше ты себя переделаешь, тем больше ты себя уродуешь. Любой человек урод. И я тоже. До тех пор, пока мы себя переделываем. Мы не хотим быть там, где мы есть. Поэтому, когда ты проявляешься такой, какая ты есть, тебя никто не может осуждать. Это невозможно. Но как только ты будешь себя осуждать, что ты косячная, тебе Микки Маусы вовне, да, подскажут. То, что дорогая. Ты сейчас опять послала себя и Бога нахуй. Всё. У меня почему-то отделённость, что вот Бог такой идеальный, а я, ну, куда мне, типа, там, до Бога и всё такое. Вот прям не знаю, как эти мысли в своей голове поставить на место. А он — это ты. А ты — это он. Он не отдельно от тебя, а мы — частичка его. В польском уроды — это красота. Конечно. Красота — это уникальность. В природе нету ни одной песчинки, ни одной песчинки одинаковой. Всё, что создано природно, не искусственно, да, копии, нету ничего повторимого. За кем вы пытаетесь повторять, я не пойму? За вымышленными образами, которые я где-то когда-то себе придумал. Вспоминай почаще, вспоминай почаще об этом. И всё. Пытайся это прочувствовать, не умом понять, а почувствовать. Вот правильно там ещё подсказывает Марта. Да, у меня вот есть такое, что мой ум сильнее, чем, ну, мои чувства, сердце и так далее. Хочу быть слишком правильно и логично, и вот, ну, чтобы, типа, всем угодить, так сказать. А зачем ты этого хочешь? Потому что хочу, чтобы меня любили. Потому что кажется, что самой себя, ну, невозможно до конца залюбить. Чтобы тебя любило твоё отражение в зеркале, то что нужно сделать? Сказать, я себя люблю в отражении своему. То есть сама себе. Смотреть на это отражение. Смотреть на мир и видеть в нём себя. Я твоё сейчас отражение. Ты полюби себя, и тогда ты будешь видеть в отражении то же самое. Такой, как всяких переделок. Это бодиство. Я уже сижу, жду, жду. Это муж ко мне пришёл. Жду, жду, давай. Мужу привет. Ну, я надеюсь. Тебе привет. Меня. Спасибо. Да, я поняла. Тут и разбирать ничего нет. Да я всё пересмотрю. Благодарю большое. До свидания. Давай, пока. Отключись, а то я не знаю, как. Так, я сейчас почитаю это сообщение. По картам никак сегодня не получается разобрать. Мы усложняем всё. Да, она внутри так не чувствует. Вот в чём проблема. Да, да, да. Она пытается это умом понять, то, что, ну, как бы, для понимания не нужно совершенно. Какие там медитации с утра, полчаса нели, послушайте вы в тонусе на весь день. Да, тем более ещё и сейчас, полвторого ночи. Так. Мы все это забываем, да. Мы всегда забываем, что мы офигенные, да. Девочка стесняется чувств, проявление чувств. Согласна. Мы все, мы все сейчас друг для друга зеркала. Я тоже очень много подавляюсь, стесняюсь, но я всё время над этим работаю, и у меня с каждым разом получается всё лучше и лучше. Я тоже не идеальная, потому что идеалов нету, не существует. И это классно. Синдром отличницы. Да, согласна. И вот эти вот люди, которые пытаются всем понравиться, вспомните себя и таких людей. Их больше всего ненавидят в коллективах. Я прям вспоминаю себя и людей, которые такие, вы знаете, были, блин, в коллективах разных, как бывает в школе, и там у рабочих. Такие подлизы, услужливые такие все. Так мерзко хотелось в морду вмазать. И я очень часто, я была очень конфликтным человеком. Ну, я сейчас такая, правда. Вот. И я любила драться. И выбирала таких вот самых подлиз, самых вот прям очень хороших. И часто на них нападала морально, словесно, и даже могла ударить. Так бесили подлизы. Просто жуть. А они не понимали, почему они пытаются. Все такие хорошие для людей. Это мерзко очень. Когда человек пытается быть хорошим для другого, а себя ненавидит, и потом удивляется, почему его мир пистит, ненавидит, шпыняет. Вот. Буллинг там на работе происходит. Это все, потому что человек врет сам себе. Настолько он лживый. Ну, в этом. То, что он для всех такой хороший, правильный. Нормы, морали там, и все такое. Боже. У меня прям сейчас вот внутри вот это вот все кипит. Я прям реально мерзко ненавижу этих подлецов, потому что, ну, для меня это подлец в маске хорошести. Потому что все хорошее, это, блин, реально плохо. Для нашего развития, там, где есть энергия, там есть любовь. А любовь — это перевести темное в светлое, полюбить недолюбленное, увидеть в недостатках любовь и талант. В неизвестном, в страшном, в непонятном увидеть свое собственное расширение. Мы свет, вот внутри нас, да, в сердце свет, вот эта вот любовь, а вокруг тьма. Мы должны расширяться в эту тьму, идти в эту тьму, освещать своим светом вот эту темноту и делать темный мир, да, переводя его в светлое. Это и есть любовь, когда наш, наш фокус внимания долюбливает неполюбленное. А там, где уже мы светом озарили, понятно все, обычно, все хорошо, доброе, там, все такое. Это же то, что мы уже познали. Там нету нового, там, получается, нету творчества, там нету энергии, там уже встроенный в нас опыт. Зачем свету расширяться в свет? Это уже часть нас вобранная, да. А расширение наше, мы же все хотим свободы и расширения. В свет там уже не пойдем. Свобода, расширение. Недаром космос темный, да. Нам еще в космос этот расширяться и расширяться. Нам идти надо в темное. Поэтому я ненавижу правильных, хороших, прям, не знаю, отличниц правильных людей. Вот просто ненавижу таких. Выговорилась. Короче, я люблю настоящих, тех людей, прям, очень люблю и уважаю, которые говорят то, что они хотят сказать. Они в лицо тебе скажут все, что они думают, все, что они чувствуют. И я таких уважаю. Я никогда против таких людей даже не подумаю о них, что вот он козел там мне что-то такое сказал. Нет. Я наоборот людей, которые вот подлизываются, вот часто ко мне подлизываются, прям мерзко не вижу. Жуть. Так. Муж молодец, пришел, забрал жену, хватит думать, любить надо. Так. Хочу понять, что Бог хочет познать через меня. Все. Вообще все, абсолютно. Какой запрос должен быть, чтобы на картах разобрать запрос? Ваше желание, например, не могу привести, любой. Я себя предаю, и мужчины мне зеркалят. Да. Если нас мужчины предают, это мы свое творчество, свои желания предаем, себя предаем, своей жизнью не занимаемся. Нам в нижнем мире это зеркалит моментально. как можно приобрести, как можно приобрести такие карты? Это метафорические карты, имбанжедариум, игровые. Мне любые, дай, повырезай из журнала мурзилки, из крокодила, любую книжку. я могу разбирать на чем угодно. Вообще картинки не имеют никакого значения. Человек просто три-четыре слова рассказывает, выплескивает какое-то свое чувство. Я формирую про себя вопрос. Это, например, блок, это вот его расширит, это его тормозит, это его вдохновит. вот здесь внутренний какой-то вопрос формирую и передаю этот вопрос человеку, телепатически, можно сказать. Мы все это умеем делать на самом деле, у меня даже курс по телепатии есть. И человек начинает отвечать неосознанно на этот вопрос, глядя просто на карты, отвлекаясь на какую-то ерунду. То есть сами карты не имеют значения. Купить можно в любом магазине книжном вот такие карты. Либо какие-то другие. Неважно, чем мы пользуемся на самом-то деле. Как вы делаете разбор по картам? Вот, как раз и объясняю. Если бесят подлизы, может, в тебе это тоже есть? Согласна, согласна. Я раньше так себя вела. Надо в подлизах увидеть талант. Давайте подумаем, какой можно талант увидеть. Виктор. Обожаю. Блин, класс, сказал. Давайте в подлизах талант увидим. В чем они талантливы? Про отличников точку, только ленивый не прошпыняет подлизу. Блин, у вас тоже так было. Меня бесят иногда матершинники почему-то, которые матерятся показушно. матершинников тоже надо перенимать. Гибкость. Подлизы они гибкие, подстраиваются под ситуацию. Да, кстати, верно. Не подстраиваются под ситуацию, чтобы выжить. Люди, которые не наблюдают себя, их нет. Наш предназначение любого человека это быть. Быть, существовать. Но мы существуем и есть, азмь есмь, мы существуем только когда мы себя наблюдаем. Мы в это время есть. Когда мы себя не наблюдаем, не чувствуем, нас нет. Мы материализуем внешний мир, не себя. Мы как бы есть, свое тело-то видим, но это только внешняя оболочка. Нас нет в себе. И когда мы себя не наблюдаем, мы себя в это время фокусом внимания на себе не любим. И для поддержания нашего существования мы-то должны существовать. Пока мы себя наблюдаем, мы существуем. Не наблюдаем, не существуем. То есть материализация во внешнем мире идет через фокус нашего внимания. Надеюсь, вы мне сейчас поймете. когда любви к себе не хватает, то есть внимания на себя, нам нужно, чтобы нас тогда наблюдали. Чем больше людей нас наблюдает, тем больше вероятности нашего существования. То есть нам нужны внешние наблюдатели, других клеточек нас. Поэтому мы нуждаемся во внешней любви, чтобы нас наблюдали. но когда мы пытаемся извне получить эту любовь или какие-то другие чувства извне, а не изнутри, то мы себе получается проецируем кучу сигналов вовне в виде каких-то миллионных проблем. Потому что это намек на то, что хоре извне искать наблюдателей себя, живи своей жизнью, наблюдая себя изнутри. подлизы хотят, чтобы их наблюдали, потому что они себя не наблюдают. То есть они же хотят жить и всё. Вообще каждый хочет жить. И поэтому эту энергию пытаются извне получить. Но если мы хотим творить и исполнять все свои желания не как в проруби, блин, как жертва, плыть по течению по судьбе рока или быть покорным року, по судьбе плыть, а хотим творить как творцы, то придется не с наблюдателей это внимание черпать, а изнутри. Подлизы хотят выжить. Это тоже хорошо. У них потребность жить. Но они могут это сделать просто по-другому, начав любить себя, и тогда у них энергии будет больше. Нелли, успокойте совесть, не понимаю моду на медитацию и ЗОЖ. Я еще норм? Я тоже не понимаю моду на медитацию и ЗОЖ, не занимаюсь я такой фигней, потому что внешняя иллюзия на меня все равно не влияет, поэтому у меня такого даже в мире нет. Когда я курю внимание в себе или вовне? В себе. Курение нам помогает обратить на себя внимание. Да, просто вам нужно найти другие способы, как уделить себе внимание. Просто мы сигареты очень много потребностей закрываем. Потребность в дыхании, внимания на себе, отвлечься от этой мирской суеты и так далее. Сама курила и хочу сказать, что сигарета очень много дает пользы, чем вреда. Вред, конечно, дает, потому что наша программа так, что это вредно, хотя у нас даже тела нету, мы курим иллюзию. Но так как мы убеждены, что сигарета это плохо, то она и приносит вред. Наша правда самоподтверждающаяся, во что мы верим, то мы и получаем. укоренить, вернее, искоренить вот этот шаблон, что курение типа это полезно, а не вредно, сейчас будет сложно, это я не знаю, сколько лет надо прорабатывать этот шаблон, чтобы вот поменять вот это мышление. Проще бросить, но чтобы бросить, нужно понять, чем заменить те полезные вещи, которые дает сигарета. Научиться дыханию интересно, вниманию, там много чего сигарета дает, вот прям написать целый список, что мне дает сигарета. Подлизы задабривают и приносят в каком-то смысле добро для другого. Ага, добро, конечно. я бы еще поспорила, добро ли они приносят. Талант видеть, выделять хорошее, талант подлис. Они хорошее из хорошего выделяют, да, нам нужно из плохого для расширения хорошее выделять, поэтому я бы тоже здесь поспорила. подлизы делают все ради своей выгоды. Бывает, что нарушают границы других людей. Тоже согласна, они ради своей выгоды делают, ну, чтобы поймить любовь, поймить внимание. Поэтому они и бесят. Если я встречаю подлизу, я поняла, почему это хорошо для меня. Они мне показывают, что я где-то пытаюсь из внешних источников сбазарить чего-то. Вот. Вот. Смотрите на меня. Смотрите на меня, потому что я себя не наблюдаю. Понаблюдайте вы меня. Кстати, неплохо. Я год не курил, но сейчас стал за своими чувствами наблюдать и второй день курю. Не могу понять почему. Ну, ты даешь. давай решаем вопрос почему. Нифига у нас уже 52. нервничаешь. Нервничаешь сигарета это мнимая отмазка, что мы типа так успокаиваемся. Где-то выплеснуть эмоции надо нервничать. Под Лиза типа взяткой получается. да, Виктор нонсенс это точно. А может быть ты хочешь знаешь что курением своим вызов себе какой-то сделать. Бывает же такое, да, вот хочу себе подлость какую-то сделать, вызов какой-то сделать, а вот не покурить бы, ощутить себя таким хулиганом что ли. Да, тоже курю, не заставить себя бросить. Меня впечатлила книжка Алана Карра «Лёгкий способ бросить курить». Если её переложить ту сущность, про которую он говорит, которая в вас хочет курить на ваше шаблонное мышление, то, блин, ещё легче бросить курить. Я спокойно удовольствие решил получить от мерзкого дыма. Такое удовольствие, я вообще валяюсь. Плохишом захотел стать просто таким брутальным. так, про социопатов разбери. Слушайте, у меня уже два часа ночи скоро, я уже что-то вообще не понимаю, что я несу. Мне надо выходить с этого эфира. Давайте в следующий раз разберём и про социопатов, и про всё остальное. Я надеюсь, что в ближайшее время я выберусь опять в прямые эфиры. Они у меня спонтанные, никогда не планирую. Вот. Я хочу пожелать вам всем любви. Я сколько пыталась начать курить, не получалось. Блин, Варина, ты сейчас просто я ору, ордула я просто с твоего комментария. даже не начинаю, не надо это делать. Я очень рада была, что у нас классный эфир такой с вами прошёл, офигенный. И всех вас приглашаю в Clubhouse. У меня там такой же ник, имя, фамилия, как и здесь в Instagram. Вот. Подписывайтесь на Clubhouse. Это очень крутая соцсеть, аудио соцсеть, где в больших комнатах можно разговаривать, задавать друг другу вопросы, общаться без видео. И блин, это очень круто. Я там пару дней, у меня уже тысяча подписчиков, и я буду там очень много вести эфира, потому что там круто общаться. Не читать ваши сообщения, а прям разговаривать, как нормальные люди. Только друг друга не видим. На фотки смотрим. так. Мы уже зарядились на целую неделю, можно таки спать. Да, я постараюсь. Clubhouse это, да, приложение, скачивайте и ожидайте своей очереди. Вам смс-ка и придет подтверждение на вступление в клуб, если кто-то вам отправит инвайт. То есть, какая там схема, там можно туда попасть по приглашениям. То есть, вы регистрируетесь, скачиваете Clubhouse, регистрируетесь, и если кто-то в Clubhouse уже находится из списка ваших друзей в контактах, то есть, тот, кто там находится, был у него в списке в контактах есть, в телефоне, тогда он увидит у себя, что его друг из контактов делал запрос и стоит в очереди. И этот человек может вам отправить инвайт. Дается два инвайта всего лишь тому, кто вступил уже по приглашению в Clubhouse. И за его активность ему через несколько дней могут зачислить еще 3-4 инвайта, потом еще по чуть-чуть. за активность там дают. Так что, блин, попасть туда в этот Clubhouse на самом деле сложно, но можно. И он пока для айфонов, у кого андроиды туда не попасть. Но я недавно слышала такую историю, что кто-то в Питере из разработчиков сделал приложение, что теперь можно туда попасть, ну, типа взломанное или что, из андроидов. Не знаю. Ну, с айфонов вот сейчас можете уже подать запрос. А смысл можно по WhatsApp поболтать? Не, вы не понимаете. Почему мне понравился Clubhouse? Вот у меня уже записная книжка из там 1300 человек. Фотография его короткое био, то есть полностью о нем, чем он будет, чем он может помочь. У меня политики, звезды, певцы. Там, короче, вот просто сидишь в комнате, да, к тебе заходит Игорь Ман, заходит там Михаил Дашкиев, тут же заходит звезда какая-нибудь, телеведущий. И мы прям сидим, общаемся со всеми. Там люди, блин, знаменитости, обычные люди, все вместе болтают. И это круто. Я даже не могу сказать. Короче, там с любым блогером заходишь и просто разговариваешь. И вот эта вот записная книжка, я уже нашла много клиентов там, нашла партнеров, много рекламщиков. Короче, можно там на любой вкус просто вот листаю, я вижу фотографию, чем он может помочь, его инстаграм, его там твиттер, описание. И я прям всех людей, специалистов, которые мне нужны, листаю. Так, радиоведущих там 7 человек, ага, отлично. Там тот, кто монтирует видео, там 14 человек, такая, ага, всем написала. Короче, очень удобно и я в шоке, конечно. Все, кто там сейчас находится, они в шоке от того, насколько это крутая соцсеть. У меня мозг там перевернулся, я уже 4 дня безвылазно, 3 дня, 4, 2, 3, 4, я уже потеряла счет времени, как радио слушаю, и мне нравятся там комнаты нетворкинга, где ты просто заходишь и минуту о себе рассказываешь, на тебя тут же подписываются и пишут люди, короче, я без ума. Я хотела покататься на лыжах, слушаю как радио, и парень мне пишет, ой, мне пишет, говорит, я в Москве тут учу кататься на лыжах, на борде, на гордых и так далее, подписывайтесь на меня, я вас научу, там, тра-та-та, я ему тут же пишу в инстаграм, хочу на лыжу, он такой, да-да-да, и вот мы сейчас не спишемся, а поедем на лыжи. Другая девочка говорит, а я там в Питере, у нас яхт-клуб, кто хочет кататься на яхте, ходить на яхтах там туда-сюда, кто хочет поучиться, водить яхту и так далее, вот, пишите мне, я записала ее контакт, там, следующий пишет, а я там актер, там, снялся там в 30 фильмах, в 7 сериалах, там, еще что-то, пойдемте пить кофе, пишу, пошли, пошли, так четко, я просто в шоке, от того, что вот этот вот весь мир какой-то, который был недоступный, он сейчас, ну, там, все такие открытые, и ты просто спокойно общаешься и пишешься всем, и, у меня, короче, даже слов нету, как это вот прямо писать, вот, так что, я советую скачать Clubhouse, там все равно по запросу все же вместе не могут общаться, могут общаться, ты заходишь, поднимаешь руку, тебя добавляют спикеры, спикеров там может быть хоть 100 человек, и можно хоть одновременно 100, но это будет балаган, поэтому обычно там по очереди, кто-то что-то говорит, там, 2-3, тут же ответили, ты там сделал паузу и сказал, так, кто со мной согласен, тут же голоса, согласен, 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 то есть там можно по очереди общаться, можно все вместе, там все так четко устроено, если зайдете, посмотрите, реально круто, можно поднимать руку, в каждой комнате там уже модераторов придумали себе, которые следят, я на тебя уже подписалась, а, классно, будем там вести, там только с айфона, ну, пока да, только с айфона, только да, но скоро будет и с андроидов, я думаю, дело в том, что эта соцсеть появилась несколько недель назад или даже меньше, и сами разработчики, там несколько парней, по-моему, они на такой объем, что весь мир туда сейчас хочет зайти, потому что там очень много с Америки, просто людей затусило, и много с Японии, я просто заходила в чаты и японские, просто офигела, там много звезд, и все хотят туда попасть, а ресурсы ограничены, мальчики там запрограммировали на очень мало людей, наверное, эта разработка вот только-только вот начинает, поэтому они туда не приглашают всех, короче, сидят, развивают это приложение, оно, чтобы не лагало, пока поинвайт, вчера скачала, не поняла, как искать нужных людей, разберешься, там все интуитивно понятно, тебе просто пару дней нужно потусить, ладно, давайте, пойдем спать, я кайфанула с вами сегодня, у меня жарко стало, все, целую, мне, знаете, кстати, мода такая, я нигде такого не видела, всегда, когда выхожу с прямых эфиров, я вот так делаю, и все люди, которые заходят ко мне в прямые эфиры, тоже начали так же делать, повторюшки-хорюшки, я вас всех научу, вот так выходить и целовать всех, ладно, пошла я, очень рада, даже отключаться от вас не хочу, надо, пойти спать. вот так, вот так, окей, и继ente, Продолжение следует...